добрый добрый день дорогие друзья мы сегодня находимся на заседании нашего клуба сан метрополис как говорят все формы для нашего в общем-то предпринимателя для нашей деятельности они все приветствуются такой формой является клуб сан метрополис в конце конечно за кулисами немножко не при снятия сейчас делаю небольшой снимаю значит снимаю нашу встречу я конечно же покажу вам и некоторые новые фотографии потому что не все в общем то приходится успевать скачивать и собирать фотографии в презентацию а сегодня мы попытаемся только некоторую сторону нашей деятельности нашего труда нашего предпринимательства в теме осветить как и каким образом сделать так чтобы ваш тим заработал какие важные качества необходимы для этого ну мы знаем что тим это определенная группа какая группа вы выберете сами и с кем вам приятно работать и какого качества ваше будет окружение вы практически сами это регулируете итак друзья мы часто говорим такие слова в нашем бизнесе невозможно в общем то совершать какие-либо дела в одиночку тем более высокодоходном проекте где начиная со 170 1 тысячи евро 2 и 8 тысяч евро мы можем заработать недвижимость кто был на нашем семинаре мы только что вернулись в июне 2015 года состоялся семинар на кипре мы убедились что только вместе мы сила мы еще раз увидели как важен наш проект и какие большие преимущества он имеет вы знаете наверное самое огромное его преимущество не только в доходности не только в том что мы можем заработать недвижимость на северном кипре или в средиземноморье но и в том что после окончания нашей деятельности нашей работы мы с вами остаемся без долгов вот это очень часто нужно говорить всем нашим партнерам потому что это просто замечательно наконец мы можем спать спокойно не думая ни о каких а в общем то определенных процентах которые нам нужно платить банку именно наш труд это награда и этой наградой является за наш труд недвижимость недвижимость на средиземноморье вы уже наверное слышали о том что наша компания уже готова выдавать недвижимость не только на кипре но и в испании и вот для того чтобы вот процесс заполнения нашей маты наших матричек нашей маркетинговой системе происходил очень ну можно сказать так целенаправленно и эффективно пусть это даже слово быстро здесь не подходит но именно эффективно с использованием высокого коэффициента полезного действия нам с вами нужно учиться складывать партнерские отношения но как всегда мы с вами прекрасно знаем что наш бизнес наша бонусная программа чем-то схожа с деятельностью MLM и поэтому этот бизнес действительно он построен на многих многих закономерностях и поэтому вот эти закономерности мы попробуем сегодня некоторые уловить то есть мы с вами прежде всего если мы выполняем партнерскую работу если мы с вами работаем с группой партнеров формируем команду мы должны складывать партнерские отношения в основе которых обязательно находится очень важная система доверия потому что без доверительных отношений такая группа функционировать не будет и если происходит какой-то сбой в системе то мы замечаем ну вы знаете все становится не так то просто мы с вами прекрасно знаем что команда это группа единомышленников которые сотрудничают для достижения общих целей намеченных целей такая цель у нас есть это заработать недвижимость в результате такого взаимодействия появляется возможность за довольно короткий промежуток времени не понадобится целые десять лет или пять лет для того чтобы достигать высоких результатов в нашей работе ведь работая в одиночке по одиночку мы с вами просто-напросто ничего не добьемся а вот в хорошо отлаженном коллективе все обязанности четко распределены также в наших матричках четко распределено правило верхние заполняет два места плечи заполняет по одному месту и везде мы как бы используем командную работу конечно же уважаемые друзья это целое целое можно сказать искусство работать создавать в команде но прежде всего мы каждый из нас то есть я вы мы с вами для этого должны включить многие качества давайте мы посмотрим а какие качества нам с вами понадобятся для того чтобы построить команду только ли настойчивость только ли допустим правильное умелое формирование группы хорошее отношение к людям мы конечно должны не забывать что мы должны смело проводить свою идею и вот эту смелость передавать и как бы передавать своим людям потому что мы должны обязательно включить свою смелость потому что смелость это умение трезво посмотреть на любую ситуацию это возможность совладеть эмоциями например со страхом бороться неуверенностью поэтому вот такая смелость она нужна это большая сила в каждом человеке или каждый человек должен в себе создавать вот такого ну можно сказать конгруентного человека он должен работать над этим качеством он должен быть всесторонним и естественно стремиться к большому профессионализму потому что сегодня вот в этот век большой конкуренции нам просто не выжить друзья сегодня только профессионалы могут устоять против любой конкуренции и преимуществами смелости конечно же это внушение уверенности в себе уверенности в собственных силах кроме того смелость она даст нам надежду на лучшее будущее мы только должны мечтать смело все строить и это состояние передавать своей команде смелость она дает определенную независимость от мнения толпы когда нам внушают вы куда идете вы не туда идете вы никогда не получите вы никогда не заработаете но самое главное смелость дает радость быть самим собой и вот эти качества о которых мы так редко говорим о смелости о качествах быть самим собой они нам очень и очень нужны и вот это умение работать в команде то есть как вы видите на нашем слайде слайде это создавать отношения структурировать свою команду и проводить постоянный мониторинг их актуального состояния что вы можете подразумевать сегодня под моноторингом мы работая в матрицах пользуемся этим постоянно мы делаем этот моноторинг благодаря нашему планированию то есть работая с группой мы должны иметь четкий перед собой план ведь мы единомышленники у нас есть общее дело значит у нас с вами должен быть определённый план работы правильно же поэтому дорогие друзья мне бы хотелось мне бы хотелось сегодня обратить только на некоторые качества потому что эту тему действительно раскрыть это понадобится более одного часа и более времени поэтому я думаю и уверена что нам с вами нужно просто научиться работать в тиме в группе ну вот представьте себе когда человек одиночка представьте себе энергетический треугольник он стоит на трех ногах три три у нас группы команды которые должны объединиться которые должны доверять друг другу которые должны самое и очень важное эти все-все-все три команды быть очень открытыми и щедрыми по отношению друг к другу ни в коем случае не зажимать свой объем для следующего уровня а напротив щедро делиться друг с другом поэтому вот это качество щедрости нам обязательно нужно включать давайте мы с вами просто посмотрим как бы мы могли работать если бы один проводил презентацию другой бы делал слайды третий бы делал видеоролики и мы бы успешно делились с этим друг другом и соответственно проводя общие брифинги презентации определенные школы вот работали вот таким тимом поэтому в одиночку в самом деле большие дела они никак не делается поэтому мы должны использовать правила командной работы правила когда команда оказывает положительное влияние на развитие всех качеств для того чтобы мы могли коллегиально сотрудничать команда которая побуждает к определенной терпимости порядку признанию чужого мнения какой-то конкретной дискуссии неразмытой и конечно же преодолению эгоистичных взглядов вы знаете очень часто в команде когда работают люди им мешают некоторые качества мы с вами в принципе мы же несовершенны мы несовершенны как совершенен бог например и поэтому часто в команде происходит определенные ну как бы даже обвинения обиды друг на друга но давайте мы все-таки будем брать пример с тех людей я думаю что иногда в жизни вам такие люди встречаются которых практически невозможно обидеть задеть оскорбить к ним не липнут какие-то замечания и так далее ну это вы знаете такой врожденный талант оптимисты или иммунитет выработанных годами тренировок а ведь согласитесь такие люди нередко вызывают уважение и даже некоторую зависть ничем его не проймешь да и какое-то железное у него здоровье так вот кстати о здоровье не напрасно таким людям завидуют ведь мы все интуитивно чувствуем что наше здоровье зависит от состояния нашей души и вот не раз убеждаясь в том что здоровом теле здоровый дух мы делаем все наоборот поэтому нам с вами работая в тиме никогда не нужно обижаться друг на друга это очень важное качество потому что мы сами даже того не замечаем что пребывая в этом состоянии мы обижаемся на себя на судьбу злодейку а чаще всего на окружающих и обвиняемых в том или в ином а вот давайте посмотрим вы знаете такое заболевание оно конечно известно вот говорят врачи или как говорят специалисты что именно цирроз печени возникает не вовсе не у тех кто употребляет алкоголь а от многолетней обиды на родителей и вот это постоянное чувство сильной обиды гложущей изнутри оно приводит к заболеваниям рака к заболеваниям вот этих всех страшным заболеваниям это обида это как поедание самого себя это горечь это горечь направленная внутри человека поэтому что нам нужно сделать я много об этом не буду говорить но я просто хочу всем пожелать что работая в группе в тиме постарайтесь не обижаться ни на кого потому что человек который умеет всем прощать он практически всегда в хорошем расположении духа он находится вы знаете в гармонии с самим собой и с окружающими поэтому я думаю не надо вспоминать что-то особенно прошлое не нужно наполнять себя негативными всякими переживаниями и наоборот в команду подавать позитив и прощать как когда-то иисус прощал даже преступников итак уважаемые друзья мне очень хотелось коснуться этой темы потому что это нас разрушает изнутри постарайтесь быть стойкими иметь иммунитет против обидчиков потому что они только радуются этому а для нас для всех это просто-напросто для тех кто идет по их как сказать уже приказу может быть кому-то это даже удовольствие составляет да вы видите да люди некоторые даже радуются когда ты рассердился на кого-то поэтому прощайте умейте прощать умейте не замечать все что нас окружает и стремитесь только к единству к доверию к хорошим и этическим взаимоотношениям партнерство это выгодно да это утвердительно это восклицательный знак особенно в нашем бизнесе потому что мы строя или заполняя энергетические треугольники должны стремиться только к партнерству и сегодня на нашем семинаре мы тоже увидели как важно что мы все вместе как важно что мы делимся опытом общаемся я постараюсь сейчас открыть а здесь нет у меня фотографии именно еще пока не пересланы на этот компьютер ну есть определенные особенности я работаю на двух компьютерах на одном есть наушники на другом не весь материал поэтому уважаемые друзья приходите в понедельник на школу и мы с вами продолжим изучать все что было на семинаре самого положительного поэтому партнерство это выгодно но мы знаем известный закон зигзиглара который когда-то сказал если ты хочешь быть успешным покажи выгоду клиенту и как только мы с вами будем показывать выгоду клиенту и будем заполнять его выводить с его с матрички смт зофт на мечту а с мечты на победу мы всегда поможем самому себе и вот этот закон помогая другим поможешь себе сам вписывается в философию нашей компании знайте друзья это все реально и очень важно работайте так чтобы у вас вот даже в самых трудных и сложных условиях складывались вот эти все все хорошие отношения давайте мы с вами вернемся к работе в команде иногда работа команды отличается медлительностью это известно почему потому что мы не обещаем своим новым партнерам что-то сверхъестественного что они будут летать на самолетах что они будут в шоколаде или еще в чем-то мы предлагаем им труд помноженный на труд вот почему наш иногда бизнес отличается медлительностью но лучше работать медленнее чем быстро и после меня хоть потопы сожженное поле этот бизнес на одну секунду на одну минуту он нам не нужен мы с вами строим долгосрочный бизнес поэтому мы будем встречаться с трудностями при сборе членов команды друзья поверьте уже из моего большого опыта и вашего опыта согласитесь с этим что так часто бывает что ты сформировал команду а некоторые люди способны ускользать в середине пути или как мы говорим или обижаться на что-то или быть недовольным потому что вот это несовершенность вот это бездуховность людей приводит ко многих их ошибкам и команды способны даже в процессе создания разрушаться но мы остаемся и формируем тот стержень с которым нам будет комфортно легко идти и вот эта работа команды пусть не пугает вас медлительность дискуссии можно не устраивать частые дискуссии достаточно одного раза в неделю чтобы провести совещание дискуссии иногда нужны но при этом нужны серьезные дискуссии умения уступить и быть покладистым своей команде не всегда выдвигать свой принцип некоторые говорят я лидер но есть такие лидеры которые никогда не поступятся своей ну как бы своим принципам они никогда не уступят никому идут и говорят вот так мы должны делать вот здесь нужно всегда задумываться мнение команды очень важно для каждого из нас конечно где-то задержка при принятии решения но в целом у нас все получается любой член команды который показывает недостаточную результативность он бывает что прячется за активного участия и тогда при вот такой командной работе ну возникает определенный тоже дисбаланс дискомфорт и тогда конечно же страдает вся команда поэтому старайтесь выправлять вот это положение в своей команде приучать работать результативно вы знаете есть такие слова известные я уже их говорила и даже говорила автора сейчас не хочу напрягать мозги если вы хотите справить если вы хотите мира то наводите справедливость значит используйте какие-то определенные правила например такие правила как заполнение матричек это очень важно итак уважаемые друзья я думаю что каждый из нас должен как бы ну руководствоваться какими правилами работы в команде вы их даже можете себе как бы записать это как бы четкая постановка целей и задач четкие планы четкие планы наших матричек правильный подбор состава команды не расстраивайтесь и не как сказать не будьте подавленными если от вас кто-то уходит нужен правильный подбор состава команды чтобы ваша философия подходила конечно же должна быть определенная продуманная система для членов команды правила определенные и конечно же я думаю формировать постоянную развивать способность участников команды коллегиальной работе я еще раз говорю нужно делить обязанности один делает одно другое другое но приглашают все от этого нас никто еще не освобождал приглашаем все все и это наша основная основная деятельность но а чем нужно руководствоваться при создании такой команды как вы думаете с кого начинать построение команды многие уже построили но мы всегда должны помнить друзья одно мы должны понимать что существуют определенные законы формирования любой команды и работы в любой команде первый человек которого вы должны организовать это вы потому что сайт менеджмент да или как мы говорим еще на английском вы мне можете написать как говорят что время мы мы должны быть хозяевами своего времени капитанами своего бизнеса как я уже говорила капитанами своего корабля который плывет на кипр сеть будут растить ваши люди в том случае если вы их будете растить и вот это правильная работа начинать нужно только с личного примера ваш личный пример это пример для вашей структуры еще есть известное правило которое мы можем часто использовать его часто используют в млм ведите людей за собой а не управляйте ими не нужно нужно идти за руку вместе потому что это ошибка и опасная ловушка для бизнеса когда мы себя называем боссом когда мы наших людей выставляем как подчиненных мы должны воодушевлять людей а не командовать это бизнес свободных людей мы должны управлять и вот управление обучением проведением мероприятий значит созданием всевозможных роликов фильмов это уже мы с вами контролируем и внедряем в работу нашей команды конечно же нам обязательно нужно развивать веру у людей в них самих а не в лидера за которыми они идут не надо так сильно давать промоушен именно вашему капитану вашему лидеру каждый человек он обязательно должен вспомнить что он работает в хорошей команде назвать имя лидера но промоушен он должен делать на своих примерах в первую очередь себе не хвалиться скромно красиво не выпячиваться но свои методы работы показать при подаче информации итак я думаю что есть или как мы говорим можно использовать и другие законы потому что например если вы уже сформированный руководитель команды лидер сформированный то наша задача создавать таких лидеров много как вы сами поэтому работу нужно доверять членам всей команды то есть формировать вот это взращивать лидеров которые обеспечат нам стабильный и бурно развивающийся бизнес вот эти моменты вот эти моменты учитывайте учитывайте итак что мы еще формируем притягательность внутреннюю энергию улыбайтесь чаще вот чаще если вы не улыбаетесь смотритесь тогда я не очень люблю смотреться в зеркало и улыбаться но я очень часто ловлю себя ловлю вернее себя на том когда я вижу ко мне движется человек я думаю а почему он улыбается оказывается это я улыбаюсь этому человеку поэтому он улыбается мне и поверьте да хоть мужчины хоть женщины я практически ловила себя на этом думаю почему человек улыбается сама чувствую что я улыбаюсь поэтому это так важно улыбайтесь и вы получите то же самое то же самое через эту энергию конечно неуважение нужно пресекать не грубо но пресекать лидер обязательно должен любить себя и тех кто для него дорог любить людей почему потому что есть такая библейская истина возлюби ближнего как самого себя значит ты должен любить самого себя и ближнего тоже и вот когда от человека исходит вот эта обаятельность позитивная энергия оптимизм вокруг такого человека собирается группы причем лидерские поэтому я думаю используя вот эти все качества мы можем создать для себя настоящую и хорошую команду поэтому наша задача в качестве информационного спонсора в качестве каждой свою группу формирует руководителя команды наша задача показывать вот это настоящее и будущее куда мы ведем людей куда мы хотим прийти только ли заработать деньги только ли вот это наша задача мы должны показать нашим людям возможность создать себе настоящее не только настоящее и будущее для себя и для своих детей создать для себя такой поток инвестиций как недвижимость у нас есть проект евробит в котором вы можете работать современных валютах цифровых биткоинах пожалуйста это тоже это цифровая валюта вы можете также использовать и этот рынок инвестиций мы сегодня должны думать о действительно больших целях не о маленьких о помощи людям сколько мы благодарности сколько мы любви получим от своих родных близких сколько мы благодарности получим от членов своей команды если мы будем работать и формировать в себе все эти качества каждому члену команды или каждому хозяину каждому как бы руководителю он хозяин своего бизнеса давайте мы пожелаем того чтобы он использовал поговорку если вы дадите кому-то рыбу то вы дадите ему еду на один день если вы научите его ловить рыбу то вы обеспечите едой его на всю жизнь именно это я хочу вам пожелать только в такой команде где будет происходить формирование обучения и создание новых лидерских команд может получиться настоящая команда вот с таким драйвом который вы сейчас видите потому что вот это драйв без него мы не можем создать своего бизнеса используйте это качество качество драйва вести людей за собой качество вот такого успешного человека итак мы с вами об этом почти уже сказали и о том что мы должны очень уважительно относиться и о том что мы должны в трудный момент или в нужный момент быть как ведущим как и ведомым что мы должны признавать свои ошибки и принимать точку зрения своих коллег делегировать полномочия и зачастую не обижаться сдерживать свои эмоции а помогать коллегам и сдерживать свои амбиции уж определенно поэтому я думаю используя вот этот принцип синергии принцип эффективности когда действительно мы можем создавать больше чем 2 плюс 2 будет 5 я думаю что это все приведет нас к большому успеху к повышению лидерского потенциала в вашей команды посмотрите какие вы смотря в зеркало вы видите в себе сильного самодостаточного настойчивого и продвигающего жизнь человека и так и так и так стремимся быть ведущими стремимся быть ведомыми в нужной ситуации и конечно же уважаемые друзья я использовать многие законы победителей потому что мы все победители и как только мы делаем хотя бы маленькую победу давайте научимся благодарить всех и вся благодарить всевышнего а еще научимся радоваться хотя бы маленькой победе вы знаете если вы или мы с вами не умеем радоваться это отнимется у нас это библейские законы это духовные законы поэтому радуйтесь любой своей победе используйте все эти известные моменты эти качества в нашем бизнесе я желаю вам успеха в нашем бизнесе сан метрополис приглашаю всех на школу в понедельник спасибо вам за внимание